Внутри вас растет огромное счастье. Счастье быть собой. Счастье, не требующее стимуляции извне. Счастье, которое вы всегда берете с собой, куда бы вы ни шли. Которому ничто не может помешать. Счастье, что вы есть. Независимо от того, что происходит в этом мире, в вашей семейной жизни, на работе, это счастье пребывает с вами. Страх исчезает. Вы начинаете понимать, что все хорошо, и что все разворачивается как надо. Мир становится менее важен для вас. Тем не менее, вы по-прежнему функционируете в этом мире, и вы делаете то, для чего вы пришли сюда. Но это происходит само по себе. Вы живете в покое. Вы замечаете, что события, которые обычно вас раздражали, подавляли, расстраивали, исчезли из вашей жизни. Возможно, что сами вещи не изменились, но вы чувствуете себя свободными. И вы начинаете понимать, что нет абсолютно ничего, никого, никакой вещи, которая могла бы хоть когда-то расстроить вас. Вы находитесь в покое. И потому, что вы находитесь в покое, в вашей жизни разворачивается нечто прекрасное. Покой порождает покой. Вы привлекаете мирных людей. У вас появляется склонность к мирным ситуациям. Вы все время чувствуете себя хорошо. Конечно, большинство из нас понимает, что мы уже освобождены. Мы уже самореализованы. И мы пытаемся просто отпустить все наши концепции, предвзятые идеи, шаблоны, привычки, кармы и самскары. Мы должны отпустить эти вещи, и тогда так называемая самореализация засияет сама собой. Иными словами, мы на самом деле ничего не должны делать. Нам нужно только успокоить свой ум. Не позволяйте вашему уму говорить вам хоть что-то, будь это хорошее или плохое. Когда мы начинаем делать это, тогда на нашем пути начинают происходить замечательные вещи. Мы обнаруживаем, что стали более спокойными. Страх покидает нас. Мир больше не пугает нас. Люди больше не имеют власти над нами. Мы получаем определенную свободу даже в то время, когда практикуем недвойственность. Именно это вы должны видеть в себе. Вы должны спросить себя. Разве то, что так беспокоило меня раньше, все еще продолжает беспокоить меня? А разве я все так же гневаюсь, как раньше? Теряю ли я самообладание? Теряю ли я самообладание? Становлюсь ли я несносным в общении? Если вы видите, что вы стали лучше, то это означает, вы делаете все правильно. Мы говорим о таких понятиях, как освобождение, чистое осознавание, истинное я. На самом деле, это ваше естественное состояние. Это ваша сварупа, ваша реальность. Это то, что вы есть. Это то, чем вы всегда были. Это то, чем вы всегда будете. Никто и никогда не может изменить этого. Это наложение образов мира, Вселенной и вашего тела, с которыми вы должны иметь дело. Только вы сами можете избавить себя от этих привязанностей, перестать быть уязвимыми, перестать лить слезы в свое пиво или в свое молоко, что там вы пьете. И перестань жалеть себя. Поймите раз и навсегда, что вы находитесь в правильном месте прямо сейчас. Прямо в этот момент. Вы там, где должны быть прямо в эту секунду. Вы находитесь там, где вы должны быть. И ни в каком месте нет абсолютно ничего плохого. Для некоторых из вас это звучит странно, ибо я знаю, что вы можете перечислить все свои проблемы. Вещи, которые беспокоят вас. Те вещи в вашей жизни, которые идут не так. Но разве эти вещи в вашей жизни действительно идут не так, как должны? Или это вы, ваш река думает, что вы должны жить определенным образом, с определенными людьми, в определенной стране, имея определенные вещи. И это всегда вы. Это правда, что когда мы смотрим на этот мир и видим бесчеловечность человека по отношению к человеку, то разочаровываемся. Можно сказать, приходим в уныние. Мы говорим, что происходит с этим миром? Что я могу сделать, чтобы изменить его? Единственное, что вы действительно можете сделать в этом мире, так это понять истину о себе. И поэтому люди думают, что этот путь, путь Жняна Марги, в некотором роде эгоистичен. Я слышал, как люди говорят, они думают только о себе. Они заботятся только о своей собственной самореализации и миром не интересен. Их не интересует то, что происходит с людьми. истинное я. Истинное я. Конечно, это не так. Ибо если вы понимаете истинное я, то истинное я – это истинное я всего. Вся Вселенная – это истинное я. Так что вы, конечно, не хотите видеть, как во Вселенной происходят подлые и ужасные вещи. Тем не менее, до тех пор, пока вы работаете, исходя из вашего эго, из вашего ума, вы видите эти ужасные вещи. Но секрет в том, чтобы понять, кто видит все это. И это большой секрет. Кто наблюдает эти вещи? Кто видит эти вещи, которые настолько неправильны и настолько мерзки? Это эго. Ум, который обучали и которому промывали мозги с тех времен, когда вы были маленьким человеком в прошлых жизнях. И в результате вы стали конгломератом из всех ваших мыслей, убеждений, догм и самскар. Это все, что вы есть, и ничего более. Идея состоит в том, чтобы отпустить все эти вещи. Чтобы стать тем, кто не выносит суждений. Чтобы развить любовь и доброту. Чтобы смотреть на всех, как на самого себя. Всегда помните, что есть одно истинное Я. И вы есть это истинное Я. Иными словами, это не Я и вы, это не вы и мир. Когда вы понимаете, что вы – это все, тогда приходит покой. Все – это вы. Когда нет более никакого разделения, тогда вы будете чувствовать себя спокойно. Вы будете чувствовать себя в своей тарелке. Но до тех пор, пока вы считаете, что вы отдельны, проблема будет всегда. Ибо когда вы чувствуете, что отдельная, тогда вы верите, будто кто-то имеет власть над вами. Будто кто-то может навредить вам. Может что-то сделать с вами. Может обмануть вас. Отобрать ваше имущество. Сделать что-то для вас. Но если вы понимаете истину о себе, если вы осознаете, что все, что вы делаете кому-то другому, вы делаете себе, то как можете вы нанести вред кому-то? Ибо вы осознаете, что вы – это они. Когда вы помогаете бездомным, вы помогаете себе. Когда вы помогаете кому-то уладить спор, когда вы помогаете кому-то в беде, вы помогаете себе. Что бы вы ни дали кому-то другому, вы даете это только себе. Большинству из нас трудно выучить этот урок, потому что мы чувствуем себя отдельными. Когда вы видите бездомного на улице, большинство из вас думает, «Вон, видолага, хорошо, что я не такой, как он. Я счастлив, что у меня есть этот прекрасный автомобиль, на котором я могу ездить. Что у меня есть дом, в котором я могу жить. Что у меня есть пища, чтобы есть досада. Мне жаль этого человека, но я счастлив, что я не тот человек». На самом же деле, вы – это тот человек. Тот человек – это вы. И все это происходит внутри вас. И ваши убеждения, ваши мысли – все это о вас. Все, что вы думаете о других, вы думаете о себе. Ибо есть только одно истинное «Я». Таким образом, мудрость начинается тогда, когда вы перестаете видеть мир отдельным от себя. Ибо вы начинаете видеть себя как все, как все вещи. И вы будете вопрошать, тогда к кому же приходят эти вещи. Другими словами, кто видит эти вещи? Кто чувствует эти вещи? И в один прекрасный день вы поймете, что речь идет о «Я». Я чувствую эти вещи. Я вижу эти вещи. Я чувствую боль. Я поставлен в тупик. Я чувствую себя расстроенным. Но что это за «Я»? И откуда оно взялось? Вы начнете понимать, что только избавившись от этого «Я», вы станете свободны. И именно это «Я» было причиной всех ваших неприятностей в течение всех этих лет. Не обстоятельства, которые вы замечали. Не другие люди. Не другие места, личности и вещи. Именно «Я» было причиной всех проблем в вашей жизни. Вы говорите «Я» вижу это. Я не люблю это. Я ненавижу это. А это мне нравится. Обратите внимание, тут всегда присутствует «Я». Именно «Я» всегда вмешивается в ваши дела. Если бы не было «Я», то разве могли бы вы говорить это? Не было бы никого, кто мог бы сказать «Я люблю это» или «Я ненавижу это». Не так ли? Единственная причина, по которой вы в состоянии делать эти замечания, состоит в том, что вы используете местоимение «Я». Но если бы «Я» исчезла из вашей жизни, то что бы вы сказали? Было бы смешно говорить «Ненавидеть это», «Любить это», «Нехорошо», «Хорошо», «Плохо». Ибо не было бы «Я». Поэтому, когда вы так говорите, то это теряет смысл. Это означает, что вы автоматически перестаете говорить эти вещи, и вы автоматически обращаетесь внутрь. Если бы «Я» исчезла, то вы бы обратились внутрь, в истинное «Я». Не было бы «Я», которое могло бы вмешаться. И тогда вы были бы в правильном для вас месте. Вы и так всегда в нужном месте. Но в данном случае я имею в виду, что вы были бы в месте реализации, месте освобождения, в нигде, в пустоте, в нирване. Нирвана – это Бог. Чистое осознавание без предпочтений и без усилий – это Бог. Тем не менее, где этот Бог? Что такое этот Бог? Этот Бог является субстратом всего существования. И то, что мы называем Богом, – это абсолютная реальность, которую мы называем совершенством. Так какие же могут быть болезни, раздоры, нужда и ограничения, если субстратом всего сущего является то, что мы называем Богом, – абсолютной реальностью? На самом деле эти вещи не существуют. Это верно, что не существует болезней, нужды, ограничений, бесчеловечности человека по отношению к человеку. Именно я считаю, что это существует. Разве вы не видите этого? Это то я, в которое вы верили все эти годы. Который верит в то, что он увиден больного человека. Что оно имеет больное тело. Что его телу чего-то не хватает. Что этот мир пребывает в боли. Именно я заставляет вас чувствовать это. Я могу подчеркивать это достаточно часто. Если бы вас не было я, то вы были бы все время свободны и счастливы. Ведь что такое счастье? Счастье – это когда вы свободны от боли, от бедствий, от болезней, от нехватки чего-то, от ограничений, от всех тех людей, которые делают вас несчастными. Но только я отождествляю себя с этими вещами. Постарайтесь уловить суть. Если бы не было я, то не было бы никакого отождествления с этими вещами. Так что всего этого с вами не происходило бы. Когда я говорю «всего этого с вами не происходило бы», я не имею в виду, что этого не было бы. Продолжало бы казаться, что эти вещи происходят с миром и с вашим телом точно так же, как они происходят сейчас. Не думайте, что когда вы станете самореализованными, вы увидите другой мир. Нет другого мира. Мир будет таким же, как он есть. Ваше тело будет точно таким же, как оно есть. Но при освобождении вы не будете видеть это, чувствовать это, испытывать это. Вот о чем вы должны подумать. Я говорю вот о чем. Если вы освобождены, и вы увидите, как умирает человек, попавший под машину, то вы будете видеть это, но вы не будете видеть это. Одно мгновение вы будете видеть это, а следующее мгновение вы не будете видеть это. Это совсем непросто понять. Как я могу увидеть это, и тут же не видеть это. Мы возвращаемся к примеру школьной доски. Доска покрыта самыми разными фигурами и изображениями того, как люди умирают и смеются, как рождаются дети, как люди путешествуют на самолетах. Все это изображено на классной доске. Но сама доска совершенно свободна и спокойна. С самой доской ничего не происходит. Затем вы стираете фигуры и рисуете на доске новые изображения. При этом с доской снова ничего не происходит. Изображение – это лишь наложение на доску. То же самое и с нами. Когда мы становимся освобожденными, тогда игра жизни в таком виде, в каком она пристает перед вами прямо сейчас, происходит на фоне вашего сознания. Однако вы сами и есть чистое сознание. Поэтому вы знаете, что все существует, но в то же время вы знаете, что все не существует. Запутано, не так ли? Своим конечным умом мы никогда не сможем понять бесконечное, ибо мы запрограммированы так, чтобы видеть вещи определенным образом, чтобы верить, что все обстоит именно так. Однако этот тип мышления сам по себе придет к вам. И тогда вы сможете наблюдать, как умирает человек, и видеть при этом только вечную жизнь. Или, возможно, вы будете умирать от болезни. Вы будете смотреть на себя, но кто тот вы, который умирает? Кто тот человек, который умирает? Этот человек исчез. Этот человек стал истинным Я. Вечным истинным Я. Вам не придется думать об этом. Вы даже не будете думать ни о смерти, ни о жизни, ни о чем из того, о чем я говорю. Сейчас я использую слова для того, чтобы попытаться донести до вас то, что практически невозможно понять, невозможно передать. Что вы – это вечная жизнь. Вы никогда не были рождены. Вы не можете умереть. И вы никогда не были в расцвете сил между рождением и смертью. В том виде, в котором вы предстаете, вас нет. Вы не существуете. Вы никогда не существовали. Вы – это не объект. Вы – совершенное ничто. Тем не менее, что-то в вас борется с этим. Что-то в вас говорит, что это невозможно. Я чувствую боль. Я чувствую депрессию. Я чувствую и так, и я чувствую и так. Иногда я чувствую себя счастливым. Иногда я замечательно себя чувствую. Разве вы не видите, что делаете сейчас? Вы возвращаетесь к «я», не так ли? Разве вы не видите проблемы? Разве вы не видите, что вы делаете? Вы возвращаетесь к «я». После всего того, что было сказано и сделано, вы возвращаетесь к «я». Вы совершенно свободны. Если бы вы только избавились от этого проклятого «я». Именно «я» является причиной всех ваших проблем. И вы продолжаете говорить «я», «я», «я». Сколько еще вы будете идти по этому пути? В вашей жизни должно, наконец, настать время, когда вы начнете понимать, что «я» никогда не существовал. И что «я» никогда не будет существовать. Чтобы это произошло, мы практикуем Атмавичару, самоисследование. Единственная причина, по которой мы практикуем самоисследование, заключается в том, что чем больше вы практикуете его, тем меньше вы вывязаете в «я». Теперь вы знаете, что единственное, что вы должны сделать, это удалить «я» из вашей жизни. И тогда вы будете полностью освобождены. Попробуйте завтра в течение всего дня не говорить «я». Посмотрим, сумеете ли вы сделать это. Большинство из вас вообще не смогут вести беседу. Вам будет абсолютно нечего сказать. И это будет замечательно. Это будет самое лучшее из того, что вы когда-либо делали. Ибо вы говорили всю свою жизнь. И куда это привело вас? С момента вашего рождения вы говорили, 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 говорили и говорили. И куда это привело вас? Вот почему вы слышали о мудрецах, которые пребывают в полном безмолвии и не произносят ни слова. Ибо голос был дан именно для «я». Говорит именно «я». Именно «я» всегда агрессивно настроено. У него всегда есть что сказать. Речевой аппарат связан с «я». Но если вы стараетесь не говорить, если вы стараетесь избавляться от «я» в вашей речи, то вам будет почти нечего сказать. И все само позаботится о себе. Вот почему самоисследование работает так чудесно. И вот почему мы все должны практиковать его. Лучшее время, чтобы практиковать его, это когда «я» переполняет вас. Когда вы начинаете говорить себе самые разные вещи. Например, «я сегодня чувствую себя отвратительно». «Я плохо себя чувствую». «Я чувствую то», «я чувствую это». Ловите себя на этом и вопрошайте «кто я?». Вот что вы должны делать. На самом же деле вы спрашиваете вот что. Откуда взялось это «я»? Кто «я»? Кто «я»? Никогда не отвечайте на этот вопрос. Ибо это будет ответ вашего эго. Эго, «я», «ум» – это синонимы. Все это одно и то же. Если бы не было «я», то не было бы ни ума, ни эго. Таким образом, эта практика предназначена для того, чтобы устранить «я». Для того, чтобы убрать его. Одновременно с «я» мы убиваем эго и ум. Таким образом, каждый раз, когда я обнаруживает себя, вы вопрошаете «кто я?», откуда взялось «я?», что породил я?», откуда это произошло? Так вы должны говорить с собой. Но не вздумайте говорить это вслух. Если кто-то услышит, то вас отправят в дурдом. Пусть это будет вашим секретом. Но делайте это. Кто «я»? Ум снова начнет думать. Будут приходить мысли «Для чего я делаю это?» «Наверное, я сошел с ума». Вы вновь возвращаетесь к «я». Если бы вы только могли поймать себя, то это было бы отличное начало, которое позволило бы вам двигаться дальше. Ловите себя, когда вы говорите «я». Ловите себя все время. «Кто я?», «Кто это я?». Вот и все, что вы должны делать. Искать «я», искать источник «я». И вы ищете источник, вопрошая «кто я?». Вот как вы ищете источник. Когда источник откроется вам, тогда будет полное освобождение. Ибо «я» уйдет. И чтобы освободиться, вам просто нужно избавиться от «я». Но есть и хорошая новость по этому поводу. По мере того, как вы практикуете это, в вашей жизни, в вашей личной жизни, происходит сдвижение в положительную сторону. Как я уже упомянула ранее, вы обнаружите, что становитесь спокойнее. Вещи, которые прежде вас беспокоили, перестают вас беспокоить. Вы разовьете в себе силу. Вы будете чувствовать себя хорошо и будете счастливы. Это побочный эффект от практики самоисследования. В некоторых из нас ум настолько силен, что он заставит нас практиковать всего полчаса, десять минут, пять минут. Он остановится. Он будет вновь возвращаться к тому, чтобы быть «я». Вы должны постоянно, непрерывно ловить себя. Всякий раз, когда вы используете слово «я», вспоминайте, помните, что «я» не существует. «Я» – это ваша единственная проблема. И тогда вопрошайте, кто «я», каков его источник. Если вы будете практиковать это, то будете поражены тем, что происходит с вами. Но это ваш выбор. Это ваша свобода. Это то, что вы должны делать для себя. Большинство из вас уже прошли через все. Вы прошли через жизненные переживания, и ваше время подходит к концу. Почему вы тратите свое время на мир? Когда я говорю с вами об этом, я не имею в виду физический отказ от этого мира. Я имею в виду совсем другое. Почему вы так реагируете на этот мир? Почему вы продолжаете реагировать со страхом, враждебностью и тому подобными чувствами, как это делают многие люди? Спасите себя от необходимости снова и снова возвращаться в различные дела. Полностью спасите себя. Вопрошайте, кто «я», кому приходят эти мысли, кто думает, что является источником моего «я». Я могу заверить вас в том, что если вы сделаете это, то станете совершенно, абсолютно свободными. Давайте сделаем это вместе. Закройте глаза и наблюдайте свои мысли. Не пытайтесь изменить свои мысли. Наблюдайте их. По мере того, как мысли приходят, вы спрашиваете себя «кто я?». Если вы продолжаете думать о том и об этом, то что-то говорит вам «я голоден, меня мучает жажда, я то и я это». Я завтра должен идти на работу. Спросите себя «кто я?». И помните, что вы говорите, что является источником «я».